Следующий фактор риска, очень важный фактор риска, избыточная масса тела. И последнее, что очень важно упомянуть, это неправильное питание. Прежде всего, это избыток соли в рационе ребёнка. То есть надо правильно питаться. Нужно правильно питаться. Вот гипертония, гипертоническая, запуталась. Артериальная гипертензия. Бывает первичная и вторичная. Вот в чём разница? Да, принято делить первичное или такое сложное слово, родителям может даже напугать, но эссенциальная артериальная гипертония. Когда диагностируется, обнаруживается повышение артериального давления, но причин для этого изменения органов и системы каких-то болезней, провоцирующих это, не найдено. А вторичная или симптоматическая артериальная гипертензия. Есть какая-то болезнь, которая объясняет причину повышенного артериального давления. И вот чаще всего, если повышенное давление обнаруживается у ребёнка младшего школьного возраста или даже раньше, то чаще всего причина, безусловно, симптоматическая, вторичная. А вот у подростков чаще первичная артериальная гипертензия. Вот именно о гипертонии, если говорить. Симптоматика какая-то существует. Вот на что обратить внимание? По гипотонии мы поговорили, что это излишняя утомляемость, а вот гипертония. Если говорить о повышении артериального давления как симптоме, то практически никаких никак не проявляется. Но на что нужно обращать внимание? Есть осложнение при гипертонии, редкое у детей, но всё-таки об этом не нужно забывать. Это гипертонический криз. У детей это тоже может быть. И состояние, которое проходит, ребёнок может жаловаться на не просто плохое самочувствие, а очень резкие, интенсивные головные боли. Особенно лобные или затылочные областях очень характерны. У детей, у которых, у подростков, у тех, у которых повышение артериального давления на фоне вегетососудистой дистонии, детки, которые склонны к дистоническим реакциям вегетативной нервной системы, у них может протекать по типу симпатоадреналовой буря, озноб, похолодание конечностей, головная боль, чувство страха. Всё это сопровождает в том числе повышенное артериальное давление. А на какие жалобы нужно обращать внимание? Прежде всего, головная боль. Если ребёнок предъявляет жалобы на головную боль, измерить артериальное давление просто необходимо в этом случае. То есть, если ребёнок пожалуется на головную боль, подмышку к врачу и меряем давление? Один из пунктов, которые нужно при этом выполнить, да, измерить артериальное давление. А если очень резкие, сильные головные боли, то обязательно нужно более широкое... Вызвать скорую помощь. Не просто обезболиться, это обязательно широкая диагностика должна быть? Конечно, конечно. Сначала нужно попытаться, по крайней мере, маме выяснить причину. И первое, что она должна сделать, измерить артериальное давление. Особенно у подростка. Особенно у подростка из группы риска. А что может спровоцировать повышение давления? Вот есть какие-то факторы риска? Ну, вот мы говорили по неправильному питанию. Практически мы сейчас вернемся с вами к обсуждению факторов риска, да. Избыток соли в питании. Эмоциональный стресс, физический стресс, высокая физическая активность, курение, употребление алкоголя. К сожалению, даже легкого алкоголя, легких наркотиков у ребенка, это у подростка тоже может провоцировать повышение артериального давления. Ну, вот если по пунктам пройтись, вот соль. Враг нормального давления, это для взрослых и для детей, это уже вообще известно. Какие-то вот нормативы для детей есть? Вы знаете, Катерина, прежде всего, начать нужно очень издали о том, что пищевые привычки формируются в детстве. И еще раз родителям нужно напомнить о том, что на первом году жизни не надо пищу ребенку солить. Вообще. Вообще. В первые два года формирования вкусовых привычек. Ребенок привыкнет, вы дарите ему здоровье на всю последующую жизнь таким образом. Имеет смысл вместе с ребенком перейти на слабосоленное питание. Имеет очень большой смысл вместе с ребенком. Один из принципов здорового питания взрослого населения – это мало соли в питании, меньше соли в питании. Возрастные нормы потребления соли, к сожалению, знаете, даже не по всем возрастам. Вот они есть вот такие типичные. Вот для детей первых трех лет жизни как раз очень разнятся эти данные, эти показатели. Затем в зависимости от возраста, начиная с 4 граммов в сутки, в среднем до 8, но не выше. По какие-то вот запрещенные продукты существуют? Вот что нельзя? Если уже есть гипертония, помимо соленого что-то? Может, копчености, как вот при болезни? Как раз копчености, колбасы, все виды деликатесного мяса, икра, в которой очень много соли, очень ограниченно, что называется, по праздникам, должны быть в рационе подростка или ребенка из группы риска, или уж тем более с повышенным артериальным давлением. Жирная пища. Мы сказали с вами о соли, и как факторах риска забыли упомянуть про повышенный уровень холестерина и измененный профиль жира, липидный профиль, так называемый, в организме. Жир должен быть полезным. Жир должен быть полезным. А полезный жир – это жир, в котором много полиненасыщенных жирных кислот. Это не весь жир, да, это жир из рыбы, чаще всего, да, это рыбий жир. Ну, настолько было прекрасное, великолепное направление профилактическое еще в Советской России. В Советском Союзе деткам в детских садах их кормили рыбьим жиром. Как это важно? А сейчас сказано, что отсутствие рыбьего жира, отсутствие полиненасыщенных жирных кислот приводит к развитию аллергии в более старшем возрасте. И настолько много показано факторов, которые, к сожалению, очень плохо сказываются в дальнейшем. А причина всему – отсутствие полиненасыщенных жирных кислот в рационе. То есть это мамам сейчас бегом в аптеку и купить, если не получается, кормить ребенка рыбой? Сейчас идет активная постнатальная профилактика рахита. Мама, если не кормит рыбьим жиром, то обязательно дает витамин Д. Бежать в аптеку не нужно. Нужно помнить о том, что в рационе ребенка, кроме рыбы, должно быть растительное масло, подсолнечное, оливковое. И желательно на нем не готовить, а добавлять его необработанным в пищу. Это очень важно. Салатики. Конечно, салатики. Может быть, в кашу иногда добавить какие-то злаковые компоненты, добавить масло растительное. Это очень важно. Вот это как раз источник полиненасыщенных жирных кислот. Вот буквально под завершение программы несколько секунд осталось. По гипотоникам. Можно ли подросткам разрешать, позволять для тонуса утром чашечку кофе выпивать? Подросткам можно. Кофе прекрасно повышает артериальное давление. И, что очень важно, на сегодняшний момент это абсолютно доказано, не повышает повышенное. То есть кофе не противопоказан реально гипертоникам. Злоупотреблять не все. Нет, конечно. Детям рекомендуют все-таки не натуральный кофе. Натуральный кофе с молоком. Спасибо большое. Всего доброго. Всего вам доброго. Сегодня от педиатра Натальи Кораблевой мы узнали, что повышенное и пониженное давление встречается и у детей. Следите за самочувствием своих любимых чат. Следующий случай из практики в понедельник после рабочего полдня. В прямом эфире пластический хирург Александр Вялицин расскажет о блефаропластике. Коррекции век. Кому показано и насколько сложна такая операция. Электронный адрес нашей программы – случайсобака.ртк.ру. Также вы можете звонить в редакцию 21 45 56 темы эфиров на нашем сайте 3wprtk.ru. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин